Дельтовидные мышцы наименее склонны к образованию жиром. Благодаря этому сделать свои плечи рельефными проще всего. Если после выполнения следующих комплексов твои дельты все еще не бугрятся, как хотелось бы, начни избавляться от лишних килограммов. Возможно, сейчас тебе сложно почесать себя между лопаток, но в момент рождения ты бы запросто справился с этой задачей. Подвижность твоих плечевых суставов на тот момент была почти цирковой. Чтобы вновь придать им заданную природой гибкость, выполняй круговые вращения руками перед тренировкой и растягивай мышцы плечевого пояса после нее. Плечевые суставы самые нестабильные из всех. Именно поэтому их травмы так распространены. Лучшей профилактикой повреждения плеч служит идеальная техника выполнения жима лежа. Держи лопатки сведенными вместе на протяжении всего подхода. Лучшие комплексы для дельтовидных мышц. Вспомогательный. Дельтовидные работают при тренировке любых мышц плечевого пояса, особенно широчайших и грудных. Управление с дельтами сразу после тренировки этих мышечных групп позволит увеличить суммарное нахождение дельтовидных под нагрузкой, что означает только одно – их улучшенный рост. Выполнение. Проделай два сета по 10 повторов жима гантелей и подъема в гантели перед собой. Затем сделай два сета по 8 повторов скоростных разведений и закончи тренировку двумя сетами из 8 повторов разведений в наклоне и кубинского жима. Отдых между подходами 45 секунд. Выполняй этот комплекс раз в неделю после тренировки груди или широчайших. Круговые тренировки, включающие в себя комбинации упражнений на дельты и крупные мышцы тела, не только прекрасно воздействуют на сердце и сжигают лишние калории, но и экономят твое время. Выполнение в качестве общей тренировки сделай один сет толчкового жима, жима гантелей или жима штанги на наклонной. Не отдыхая, смени дислокацию и выполни один сет приседаний. Затем сразу же сделай скоростные разведения, отведение на блоке или разведение в наклоне, совместив выбранные упражнения с сетом выпадов. Это один круг. Выполняй по три таких круга. Отдыхая между ними не более минуты, делай по 8-10 повторов и с каждым кругом меняй варианты однотипных упражнений. Благодаря невысокой интенсивности он может помочь тебе восстановиться после травм. Выполнение. Дважды в неделю делай жим гантелей, подъема гантелей перед собой, разведение в наклоне и кубинский жим. На каждое упражнение должно приходиться два сета от 10-12 повторов. Отдыхать позволительно не более минуты. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok